Добро пожаловать на телеканал УФНС в студии Чемки-Бе. 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 В этом году для участия в этом престижном академическом мероприятии, проводимом ежегодно, в Дананг приехали представители 17 территорий Вьетнама. Среди участников были ученые, эксперты, преподаватели, студенты. На конференции были заслушаны 179 научных докладов, представленных 295 авторами и авторскими группами. Конференция обогатила участников ценными знаниями из многих специализированных областей науки, связанных с преподаванием, изучением и исследованием иностранных языков и цифровых технологий. 20 ноября 2023 года в Институте иностранных языков при Данангском университете прошло празднование Дня Вьетнамского учителя. Институт иностранных языков при Данангском университете встретил этот праздник с новыми успехами и достижениями, отмеченными такими правительственными наградами, как почетное грамотное Министерство образования СРВ, флаг победителя в соцсоревнования «Трудовая медаль третьей ступени». В 2022-2023 учебном году Институт продолжает добиваться выдающих результатов. Так, Институт был награжден почетной грамотой Народного комитета города Дананга за выдающиеся достижения в соревновательном движении университета города Дананг. 16 ноября 2023 года в Институте иностранных языков при Дананском университете состоялось торжественное празднование 20-летия со дня основания кафедры японского языка. Руководители Института выразили благодарность международным организациям и японскому бизнес-сообществу за сотрудничество и поддержку, которая способствует укреплению дружественных связей между Вьетнамом и Японией. 3 апреля 2023 года в Институте иностранных языков при Дананском университете состоялся предварительный тур конкурса риторики на вьетнамском языке для иностранных студентов, обучающихся в центральной части Вьетнама. Конкурс был иницирован и организован Министерством образования и обучения целью расширения культурных обменов Вьетнама со сторонами всего мира. Конкурс призван создать дополнительную и познавательную площадку, которая поможет иностранным студентам укрепить и улучшить знания вьетнамского языка. В то же время проведение конкурса способствует популяризации вьетнамского образования и культуры среди международных друзей. 28 и 29 декабря 2023 года Институт иностранных языков при Дананском университете организовал совет по обсуждению программы онлайн-обучения английскому языку уровни 1-5 для преподавателей иностранных языков. Совет организован для получения экспертных оценок и комментариев программы повышения квалификации по английскому языку уровни 1-5 онлайн для преподавателей иностранных языков с последующим ее одобрением и внедрением в образовательный процесс. 5 декабря 2023 года в Институте иностранных языков при Дананском университете был организован семинар оценки степени соответствия обучающихся стандартам модулей и программ обучения о положении к простической реализации. Выступая на семинаре проректора Института Доксен Гуин Ван Ланг, поблагодарим всех руководителей, преподавателей, а также сотрудников кафедры и факультетов за их усилия в обеспечении качества образования в преподавательском процессе в Институте иностранных языков при Дананском университете. 2 ноября 2023 года в Институте иностранных языков при Дананском университете прошла конференция по подведению итогов самооценки, оценки качества программ обучения и реализации мероприятий по повышению качества образования после проведения внешней оценки. Конференция была организована для внедрения результатов оценочных процедур с целью повышения качества образования в Институте. Конференция способствовала обмену опытом в области проведения самооценки и развитию культуры качества в Институте. 3 декабря 2023 года около 2800 человек из провинции и городов Вьетнама. В том числе и центральной его части приняли участие в международном экзамене на знание японского языка в Институте иностранных языков при Дананском университете. Этот экзамен проводится для людей, для которых японский язык не является родным. 22 ноября 2023 года в Институте иностранных языков при Дананском университете состоялся торжественный выпуск студентов-заочников. Выпускникам были вручены 4 диплома с отличием, 17 дипломов-хорошистов, 7 выпускников показали удовлетворительные результаты. 17 ноября 2023 года Институт иностранных языков при Дананском университете совместно с издательством National Geographic Learning провел беседу на тему развития коммуникативных навыков студентов для работы в коллективе и за пределами рабочего места, презентация приглашенных докладчиков, являющихся специалистами в этой области, помогли студентам лучше поднять важное развитие мягких навыков в современном мире, особенно навыков общения на английском языке в условиях многообразия, культуры и глобализации работных мест. 21 декабря 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Вьетнаме господин бездетка Геннадий Степанович посетил Институт иностранных языков при Дананском университете. Ректор Института иностранных языков при Дананском университете Чан Хэуфук от имени всего коллектива Института выразил свою радость по поводу визита высокого гостя. Выступавший поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Вьетнаме за многолетнюю поддержку Института со стороны посольства России во Вьетнаме. И особенно Генерального консульства России в городе Дананге. 18 декабря 2023 года проректора Института иностранных языков при Дананском университете Хуиннап Майха приветствовала делегацию французского института. Зелегацию французского института в Дананге возглавлял его директор господин Самион Зеламезери. Стороны обсудили вопросы основных направлений сотрудничества, включая организацию культурных и языковых коммуникаций для студентов, научных конференций и семинаров для преподавателей. Самион Зеламезери выразил надежду на то, что начиная с уже состоявшейся встречи сотрудничества между французским институтом в Дананге и институтом иностранных языков при Дананском университете приобретут систематические характеры. 15 ноября 2023 года госпожа Чингдао Камнун прибыла с рабочим визитом в Институт иностранных языков при Дананском университете. Гостью приветствовала проректор института доктор Хуинь Нгок Майкха. Выступая на заседании, Хуинь Нгок Майкха выразила радость по поводу посещения Института иностранных языков при Дананском университете представителям международной благотворительной организации, занимающейся вопросами предоставления гуманитарной помощи во Вьетнаме. Выступавшая выразила надежду на развитие взаимных контактов и будущего сотрудничества между институтом. 25 декабря 2023 года ректора Института иностранных языков при Дананском университете Дасенчан Хуфук и казинатор отеля Рауингро в Дананге господин Йонемото Такахаши подписали меморандум о взаимопонимании между институтом и корпорациями Японии. С 18 по 21 декабря 2023 года Институт иностранных языков при Дананском университете совместно с женским университетом Кенгин Корея участвовала в программе Всемирная студенческая коммуникация. Делегацию женского университета Кенгин приветствовала проректор института Хуинь Гок Майк Ха. Она выразила надежду на то, что институт станет надежным местом для дружественной коммуникации, обмена информацией и также изучение вьетнамской культуры корейскими студентами. 1 декабря 2023 года делегация Института иностранных языков при Дананском университете во главе с председателем Лензовета Института доктором Даути Тэнг Фуэн посетила Генеральный консульт в Лаоса в Дананге. А ты меня руководство Института доктор Даути Тэнг Фуэн посетила Генеральный консульт в Лаоса в Дананге. Субтитры создавал DimaTorzok О взаимопонимании и сотрудничестве между двумя институтами Стороны предусмотрели следующие направления сотрудничества Совместное участие в общих исследовательских проектах Научных исследованиях Осуществление совместных публикаций статей Книг, программ, документов Проведение обмена преподавателями Группами исследователей, специалистами Между институтом и университетом 24 ноября 2023 года Институт иностранных языков Преданномском университете Торжественно отметил церемонию корейского слова Празднование дня корейского слова Это ежегодное мероприятие Института иностранных языков Преданном коммуниверситете Программа представляет собой мероприятие Открывающая место для контурных и языковых коммуникаций Не только для студентов Агутета корейского языка Но и для всех почитателей Корейского языка и контуры Программа пользуется большой популярностью Среди студентов Агутета корейского языка Которые всегда принимают в ней активное участие В рамках мероприятий по празднованию 50-летия Установления дипломатических отношений Между Вьетнамом и Японией А также 20-летием создания факультета японского языка В Институте иностранных языков Преданном университете 16 ноября 2023 года Прошел семинар На тему Специалисты со знанием японского языка В условиях развития искусственного интеллекта И цифровой трансформации Семинар также стал полезным форумом Для деловых людей С точки зрения набора персонала В течение двух дней 11 и 12 ноября 2023 года В Институте иностранных языков Преданном университете Проходим программу Молодежный диалог 2023 года Программа привлекла внимание Учащихся школ, колледжей и университетов К актуальным проблемам безопасности В регионе Азиан К ним относятся изменения климата Водная безопасность Продовольственная безопасность Кибербезопасность Программа представляет собой Одно из мероприятий Проводимых каждые два года В студенческой сфере 30 октября 2023 года Делегация Гонконгского Педагогического университета Во главе с заместителем Отдела аспирантуры Доцентом Ли Квай Санг Прибыла с рабочим визитом В Институт иностранных языков При Донангском университете На собрании стороны Обсудили возможности Взаимовыгодного сотрудничества В области обучения Выделение стипендий для аспирантов Спонсируемых правительством Гонконга 30 октября 2023 года Делегация Южнокорейского университета Иностранных языков Хангкок Во главе с директором Международного образовательного Центра университета Профессором Чинг Чонг Хамом Прибыла с рабочим визитом В Институт иностранных языков При Донанском университете Делегацию приветствовала Проректор института доктора Хуин Хок Май Ха 24 октября 2023 года В Институте иностранных языков При Донанском университете Состоялся прием И рабочая встреча с делегацией Регионального политехнического университета Верде Франс Французская республика На рабочей встрече стороны Обсудили содержание Основных направлений сотрудничества Было подписано соглашение О сотрудничестве В сфере академического обмена студентами В соответствии с соглашением Студенты института иностранных языков Получат возможность изучения Некоторых языков курсов И литературы во Франции Рассматривается вопрос об открытии Магистратуры по направлению Международная торговля во Франции 25 октября 2023 года В Институте иностранных языков Придананском университете Состоялась встреча с делегацией Японской компании Масуя Фуд Ходинг В ходе встречи Было подписано Меморандум о сотрудничестве Между японской компанией И Институтом иностранных языков Придананском университете Выступая на встрече Ректор Чен Хо Фок сказал Что подписание соглашения С компанией Является доказательством того Что институт всегда проявляет Заинтересованность В расширении сотрудничества С бизнесом Чтобы создать условия Для карьерного роста студентов 6 октября 2023 года Институт иностранных языков При университете Донанга Совместно с Корейским фондом Международного обмена И Вьетнамской ассоциацией Научных исследований Кореи Провел научную конференцию 2023 По теме самооценка На конференции Речь шла о проверке программ По корееведению и корейскому языку На их соответствие стандартам Качество образования Министерство образования И обучения Вьетнама Выступая на открытии конференции Проректор института иностранных языков При Донанском университете Доктор Хюньгок Майк Ха Сказала Что создание Вьетнамской ассоциации Научных исследований Кореи Можно считать важным Поворотным моментом В развитии обучения корейскому языку И корееведения в стране Она отметила Что обучение вьетнамскому и корейскому языкам Развитию вьетнамоведения И корееведения в двух странах Способствует повышению Всеобъемлющего стратегического Партнерства между Вьетнамом и Кореей 24 октября 2023 года В рамках рабочего визита Зелегация Европейского Союза Университетов Улис В Институте иностранных языков При Донанском университете Прошел семинар на тему Культура, искусство и наследие Семинар стал частью серии Дискуссионных сессий Образовательного форума Улис-Донанг Посвященных сотрудничеству в области изучения Культурного наследия Искусства, языков и литератур Европы и Азии Участие в создании умных городов 16 декабря 2023 года В Институте иностранных языков При Донанском университете Состоялся фестиваль Инновационных стартапов А также церемония награждения Победителей Донанского городского Научного исследовательского Студенческого конкурса 2023 По итогам конкурса Институт иностранных языков Блестяще подтвердил свое право Называться лучшим научным центром Города Студентка факультета Английской филологии Института Ли Нгок Бао Чанг Получила первую премию За участие в городском Студенческом конкурсе Научных исследований За 2023 год Победительница блестяще Выступила с темой Исследования концептуальных метафор Существительного вода В английской и вьетнамской поэзии 14 ноября 2023 года Институт иностранных языков Приденанском университете Проводил первую онлайн-консультацию По научно-исследовательской работе Студентов В текущем учебном году Работа консультационной комиссии Руководил Та Цен Факультета английского языка Фан Ван Хуа В программе приняли Участие ведущие преподаватели Факультетов Сотрудники И студенты института 9 ноября 2023 года Институт иностранных языков Придананском университете Совместно с образовательным Обществом с ограниченной ответственностью ПСИИ При департаменте образования и обучения Города Дананга Провел семинар На семинаре учащиеся получили Необходимую информацию О развитии карьеры в стране и за рубежом Обогатили свой опыт Личностного развития И убедились в необходимости Обучения на протяжении всей жизни 2 октября 2023 года Институт иностранных языков Придананском университете Провел ток-шоу на тему Граждание мира Возможности и вызовы В программе приняли участие Два специальных гостя Господин Филипп Нюэн Вице-президент группы ИППГ И господин Розет Рик Глаз Директор Респонд Консултинг АПАК А в Австралии Хоть в ток-шоу Студенты узнали Смысл понятия гражданин мира Выяснили для себя Рон данной категории Людей в современном мире 22 декабря 2023 года В Данамском детском дворце Прошел финальный раунд конкурса Мисс Вьетнам Среди студентов 2023 В центральном районе Вьетнама Обладая красивой внешностью Индивидуальностью Талантом Интеллектом И уверенностью в себе Две конкурсантки Института иностранных языков При Дананском университете Добились отличных результатов Студентка Чан Тхи Хонг Линь И студентка Вуи Тхи Хання Стали соответственно Мисс и Вице-мисс Студенческий Вьетнам 2023 Конкурсная команда Института иностранных языков При Дананском университете Удостоилась чести Поехать на финальный тур Национального конкурса Риторики На вьетнамском языке Для иностранных студентов Конкурс про КАЗМ 1 декабря 2023 года В Государственном университете Кашмина Для иностранных студентов Дананского университета Конкурс станет Влестящей возможностью Показать свои знания В области вьетнамского языка Улучшить свой языковой багаж И получать новый опыт Общения на вьетнамском языке В связи с празднованием 50-й годовщины Установления дипломатических отношений Между Вьетнамом и Японией А также 20-летием Создания факультета японского языка В Институте иностранных языков При Дананском университете 16 ноября 2023 года Был организован конкурс Риторики на японском языке В Дананге Данное мероприятие Является одной из важных форм Народной дипломатии Соответствующей росту доверия И взаимопонимания Между народами Вьетнама И Японии 11 ноября 2023 года Институт иностранных языков В Дананском университете Совместно с соусом организации Дружбы города Дананга Вьетнамско-китайской ассоциации Дружбы города Дананга Генеральным консульством Китая В Дананге и вьетнамским телевидением Провем финальный тур Национального конкурса Китайского красноречия Конкурс устных выступлений На китайском языке Был посвящен актуальной теме Роль вьетнамской молодежи В международной интеграции Показав блестящее вложение Устно-китайской речью Студенты института Хуан Хи Лили и Данг Ван Хэнь В финальном туре конкурса Завоевали соответственно Вторую и третью премию 3 ноября 2023 года В Институте иностранных языков При Ханнойском национальном университете Состоялся финальный тур Национальной ежегодной олимпиады По английскому языку Одной из двух конкурсных команд От центрального региона Стала команда Джен-3 Из Института иностранных языков При Дананском университете Пройдя напряженную борьбу Команда Джен-Ри Завоевала почетное третье место В финале национальной олимпиады По английскому языку В 2023 году В оживленной атмосфере И преподаватель института Выступая на открытии вечера Президент профсоюза Института иностранных языков Муин Хи Ту Хон сказала Сегодняшняя программа Представляет собой Ежегодное мероприятие Где сотрудники и преподаватели Института имеют Прекрасную возможность В радостной обстановки Обсудить итоги Прошедшего года Наметить планы на будущее Настроиться на успешную работу В новом году 10 ноября 2023 года Профсоюз института иностранных языков При Донанском университете Провел семинар на тему Профессия учителя в современном мире Семинар, приуроченный Ко дню вьетнамского учителя Стал прекрасной возможностью Для преподавателей И сотрудников института Встретиться Поделиться друг с другом Новейшим профессиональным опытом Рассказать об интересных примерах Из своей педагогической практики Состоявшийся обмен Педагогическим опытом Способствует повышению Качества обучения в институте 6 октября 2023 года Профсоюз института иностранных языков При Донанском университете Провел конференцию По подведению итогов работы Профсоюза за 2022-2023 учебный год И утверждению плана работы На 2023-2024 учебный год Представители профсоюза Института рассмотрели Имеющиеся недостатки в работе Выяснили их причины Извлекли необходимые уроки Из опыта На этой основе профсоюз Определили ключевые направления Тели и задачи в работе На 2023-2024 учебный год 19 декабря 2023 года В институте иностранных языков При Донанском университете Прошла конференция Руководителей института Избранных на период 2023-2024 На конференции выступила Заместитель секретаря Порткома Председатель Совета Института Доктор Даут Хит Хань Фун Она доложила об итогах Деятельности Совета Института По выполнению постановлений Совета и мероприятий Находящихся в его компетенции На конференции С отчетным докладом Выступил ректор Института Секретарь Порткома Института Доцент Чан Хю Фук Выступавший подвел итоги работы Советы За 2022-2023 учебный год Оценил успехи в выполнении намеченных планов Назвал достигнутые показатели в работе 27 декабря 2023 года В Институте иностранных языков При Донанском университете Были проведены масса класса На тему работы в сфере Медиа легко или сложно В мероприятии приняло участие Около 60 преподавателей И сотрудников факультетов Кафедры и медиа центров института Работа семинара руководил Ведущий журналист Заместитель начальника Отдела рекламы Из услуг Виндавского телевизора Центрального региона Татунань 22 декабря 2023 года В Институте иностранных языков При Донанском университете Состоялась встреча По случаю 79-й годовщины Основания Вьетнамской народной армии И 34-летия Дня национальной обороны Спасибо за внимание До скорой встречи Продолжение следует...